МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания ВТВ информационная программа Водкинский в студии Елена Рудакова. Здравствуйте! Начнем, как обычно, наш выпуск с новостей 18-го региона. Налоговый режим для самозанятых планируют вести в Удмуртии с 1 июля 2019 года. Удмуртия не вошла в число субъектов, где налоговый режим самозанятых внедрили с 1 января. По словам первого вице-премьера республики, только за 22 дня действия пилотного проекта в четырех регионах более 12 тысяч человек официально получили статус самозанятых. Также в Удмуртии фиксируется рост доли безналичных платежей, что делает экономику более прозрачной. Водкин, Сглазов, Можга, Камбарка и Сарапово определили, какие городские территории жители хотят привести в порядок в первую очередь. Свои проекты «Малые города Удмуртии» представят на Всероссийском конкурсе по благоустройству. Стоит отметить, что в этом году проекты будут оценивать, в том числе по критерию синхронизации мероприятий по благоустройству с реализацией федеральных программ, в число которых ходят проекты «Безопасные и качественные дороги» и «Умный город». За минувшую неделю в Удмуртии зарегистрировано 9 957 человек, обратившихся к медикам с жалобами на заболевание ОРВИ. Превышение показателей уровня заболеваемости зарегистрировано в Волнашенском, Завиалском, Малопургинском, Шарканском районах и Можге. Специалисты отмечают, что с начала сезона в Удмуртии было установлено 11 случаев заболевания гриппом А. Среди заболевших 10 человек не были привиты от гриппа. Водкинск славится не только историческими местами и памятниками архитектуры. В нашем городе живут настоящие герои. О чем идет речь, расскажем далее. 19 марта 2018 года на улице Краснофлотской произошел пожар частного дома. Возгорание заметили не сразу, только когда на кровле надворных построек появился открытый огонь. Именно в этот момент Алексей Кунгурцев, житель Водкинска, возвращался домой с работы и проходил мимо. Увидев задымление, не смог остаться в стороне. В месте пожара был мужчина с ожогами тела и хозяйка дома в шоковом состоянии. В ходе проведения дознания было установлено, что гражданин Кунгурцев Алексей Михайлович, возвращаясь с работы домой, увидел сильный дым на дворных постройках одного из домов. Жар уже направился туда. Алексей вызвал пожарных и поспешил на помощь людям. Сначала вынес мужчину из огня, а потом и женщину, которая находилась в шоковом состоянии, не хотела покидать свое жилище. Благодаря смелым и решительным действиям гражданина Кунгурцева Алексея Михайловича на пожаре были спасены от огня два человека из жилой дома. Приказом МЧС России за проявленные условия, сопряженных с риском для жизни, отвагу и самоотверженность при спасении людей от огня, наградить медалью МЧС России за отвагу на пожаре. Кунгурцева Алексея Михайловича. 24 января 2019 года награда нашла своего героя. Его поступок заслуживает уважения и восхищения. Рискуя своей жизнью, не думая о себе, он спасал людей. Такой человек, как Алексей, его поступок, безусловно, пример для подражания. Еще раз спасибо за свободное событие. Похожий случай произошел 15 марта 2018 года на улице Курчатова, где произошло возгорание квартиры на первом этаже многоквартирного дома. Житель Воткинска Александр Ашихмин проходил мимо и увидел пожар. Проходя мимо окон первого этажа, увидел огонь и лежащего человека рядом, заглянув в окно. Считанные секунды он принял единственное верное решение – спасти чужую жизнь, даже ценой собственной. Забежав в квартиру через незапертую дверь, обнаружил человека, лежащего на кровати возле окна. На нем горела одежда. Сбив пламя и уложив пострадавшего на матрас, Александр Витальевич пытался подшить пожар своими силами, но ничего не помогало. Помещение в считанные минуты заполнялось дымом, поэтому Александр вытащил пострадавшего на улицу, тем самым спас ему жизнь. Но, к сожалению, при спасении человека Александр получил смертельное отравление угарным газом и погиб. За гражданский подвиг, присутствие духа в чрезвычайной ситуации и неравнодушие к попавшему в беду наградить благодарственным письмом МЧС России семью Ашиквина Александра Витальевича. Поступок, связанный с опасностью и превосходящий пределы человеческих сил, уже подвиг. Эти два случая – пример для подражания. Это, безусловно, здорово, что в нашем городе живут такие замечательные люди. Елена Рудакова, Дмитрий Наговицын, Водкинске. Продолжит выпуск новости Водкинска в эфире рубрика «Городские новости» короткой строкой. Житель Водкинска был осужден за неправомерный оборот средств платежей. Следствием установлено, что подозреваемый в течение 2017 года незаконно изготавливал поддельное распоряжение о переводе денежных средств под контрольных ему коммерческих фирм для дальнейшего неправомерного их использования в целях обналичивания и уклонения от налогообложения. Судом уголовное дело рассмотрено в особом порядке и назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком 10 месяцев и штрафа в терразмере 10 тысяч рублей. Еще две контейнерные площадки для сбора мусора реконструированы в микрорайоне Березовка. Теперь в Березовке пять новых площадок, оборудованных выкатными контейнерами. Планируется в течение двух недель обновить две оставшиеся площадки. Ученики шестых-седьмых классов, школы номер 10, переуплотились в настоящих ткачих. Помогли школьникам примерить на себя необычную профессию в муниципальном автономном учреждении культуры сад имени Петра Лиджичиковского, где прошел мастер-класс под качеством студии «Зарниши Кыс». Ребят познакомили с особенностями ремесла и рассказали о ткацком искусстве. Участники попробовали свои силы на напольном ткацком станке и настольных станках. Еще больше новостей ищите на портале водкинск.нет. Там каждый день нужная и полезная информация для вас. В Водкинске прошли республиканские соревнования по плаванию. Более подробно расскажем в нашем следующем сюжете. 24 января в Водкинском городском бассейне спортивного комплекса «Юность» прошли республиканские соревнования по плаванию, посвященные памяти дважды героя социалистического труда, почетного гражданина города Водкинска, садовника Владимира Геннадьевича. 25 января – 91-е годовщина со дня рождения этого легендарного человека. Соревнования традиционные и проводятся ежегодно в течение уже нескольких лет. Сегодня к нам приехали гости разных клубов республики. Можга, Вавош, Агрыз, несколько спортивных клубов. Игыжевска, Сарапова, Водкинска. Более 200 спортсменов. Участникам предстояло проплыть 200 метров на спине, 100 метров на спине. Далее состоялось эстафетное плавание. Очень много спортсменов приехало 2009 года. Это спортсмены младшей в образной категории. Мы очень рады, что такое большое количество детей посещает наш бассейн. То, что они с радостью, с интересом приезжают на наши соревнования. Ребята очень хорошо подготовлены. Владимира Геннадьевича с нами нет, но память о нем остается у каждого жителя нашего города. А также и у наших ребят-пловцов. Ведь именно по его инициативе был построен этот спортивный комплекс. И ребята отделения плавания занимаются с большим интересом. А также и жители города с удовольствием приходят сюда оздоровляться. Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки, приводите обязательно своих малышей к нам в бассейн. Ведь плавание – это жизненно необходимо. Ведь каждый человек должен научиться плавать. Организаторы отмечают, что с каждым годом желающих принять участие в соревнованиях по плаванию становится все больше. Елена Рудакова, Валерий Колдомов, Водкинский. Завершает выпуск наша традиционная рубрика «Даты и события страны мира». 24 января отмечается сладкий праздник – Международный день Эскимо. Дата выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Анава в США Христиан Нельсон получил патент на Эскимо. Именно Нельсон придумал покрыть шоколадной глазурью брюкет сливочного мороженого и назвал его «Пирожок Эскимоса». 24 января 1848 года началась калифорнийская золотая лихорадка. Неорганизованная массовая добыча золота в Калифорнии длилась с 1848 по 1855 года. Последствия золотой лихорадки были многочисленными. Всего за несколько лет Сан-Франциско вырос из небольшого городка в крупное поселение. В Калифорнии были построены дороги, школы и церкви. Была создана система законов, а в 1850 году Калифорния официально стала штатом США, который теперь часто называют «золотой штат». 24 января 14 лет назад был создан Национальный филармонический оркестр России. Хутожественным руководителем оркестра был назначен Владимир Спиваков, дирижер и скрипач известный во всем мире. В состав были собраны лучшие оркестровые музыканты Москвы и Санкт-Петербурга. На сегодня это все. Впереди вас ждет прогноз погоды. Еще больше новостей ищите на портале воткинс.нет. С вами была Елена Рудакова. Увидимся в Воткинске.